Ну что, подведем небольшой итог по завершению рабочего дня, по работе с КПП, что было выявлено, что вот эта вот шестерня большая, это вот паразитка задней передачи установлена на место, с шайбой теперь, которая стоит по размеру, и на этой шестерне я показывал вам дистанционные шайбы, они были неверно установлены и, скорее всего, вообще не были ни отсюда, вот, потому как, теперь видите, легко вращается сама шестерня на втулке, чего, собственно говоря, не было изначально, после вскрытия КПП, вот, и внимательно изучив конструкцию, понял, что здесь у предыдущих владельцев, или те, кто ремонтировал этот мотоблок, были явные недоработки, и вот этот момент не происходил, а шестерня упиралась в корпус КПП, корпус редуктора, тем самым не давала свободно вращаться валу, и вот отсюда были, скорее всего, и проблемы, ну, как, во всяком случае, одна из проблем по работе коробки переменных передач, вот, теперь, что мы видим, все вращается независимо, независимо вращается шестерня, независимо вращается вал, вот, то есть шестерня может стоять, а вал вращаться, одной рукой не очень хорошо получается, вот, остановить шестереночку, вот, видите, вращаю вал, шестерня стоит, или же наоборот, вращая шестеренку, вал стоит, и поэтому теперь мы получаем еще одну передачу, которая будет работать по-настоящему, при включении вот этой шестеренки, и посадка теперь стала максимально глубокой, то есть вот здесь вот пробую, есть зацепление, очень хорошее, теперь будет все работать, осталось теперь собрать, и немного теперь возникает вопрос, потому что изначально прокладки заводской не было на крышке, неизвестна толщина этой прокладки, думаю сделать сюда 0,6 мм пока, вот, и попробую собрать на этой толщине, ту прокладку, которую я сделал, 0,3 мм, она будет, скорее всего, очень тонкой, и будет зажимать, опять же, коробку, вот, попробую сделать 0,6-0,5, пусть будет с небольшим люфтом, но зато не будет никаких зажатий в КПП, потому что первичный вал крутился очень туго, что свидетельствует о том, что коробка была зажата, и отсюда была такая большая нагрузка на подшипники, вымыл уже подшипники, я понимаю, что они вращаются очень легко, то есть проблема не в изношенных подшипниках, а в том, что они были зажаты этой крышкой, вот такая вот была проблема, поэтому поставлю прокладочку потолще, вырублю еще одну, вот, ну, в общем, двигаемся вперед, я так думаю, что все у нас получится оживить этот мотоблок, и все будет хорошо, всем спасибо, благ и добра!